Истинный Бог наш молитвен Пречистое, Своей Матери, Святых Славных и Сихвойных Апостолов, Преподобных и Богородушных Теснах, Всех Святых, Помилует и Спасит нас, Яко Благ и Человеку Любит. Стреком, дорогие братья и сестры, приезды с нашим престольным праздником, Преподобный Богородушный Отца нашего Сергия, Гумерадовичского Всероссии Чудотворца. Сначала я хотел бы поздравить нашего именинника, Отца Сергия, который уже давно трудится в нашем храме и одновременно исполняет обязанности помощника инспектора Московской Духовной Академии. Позвать ему с помощью в очень сложные времена и пожелать того, чтобы он достойно многое блага лета и принес свое покушание в нашем храме. Благодаря вам, чтобы он не был в этом храме. Спасибо, что вы думаете. Спасибо, что вы думаете. Спасибо. В одной раз, в милости Божией, встречая память преподобного Сергия, вспоминаешь о том, какую милость преподобный Сергий оказывал каждому из нас, оказывал нашей церкви, оказывал нашей стране, воинству. И все благодаря тому, что основной целью его жизни было стяжание Духа Святаго, благими дарами, которые являются милосердие, любовь к ближнему, долготерпение, премудрость и всякая доброта, которую только может источать человек. Ну, в то самое время, в далеком 14 веке, когда, собственно говоря, Москва была совсем маленькой, и 70 километров от Москвы было большим расстоянием, он уходит на эту гору Маковец, и там основывает Троица Сергию Лавру, которая впоследствии монастырь, впоследствии выросла в Лавру и стала центром духовной жизни нашей страны на множество веков, вплоть до сегодняшнего дня. Его целебные мощи пребывают в Лавре преподобного Сергия, там находится Академия Лавры, там находится монастырь, который является нашей основной святыней, и которым мы все часто приезжаем и поклоняемся, просим своих молитв. И, милостью Божией, наш храм Малый Первый назван в честь преподобного Сергия. Это первый храм, который будет построен здесь, на территории, освящен в 2005 году митрополитом Арсением. И с того самого момента до сегодняшнего дня мы, милостью Божией, совершаем здесь и там ежедневно божественную литургию и возносим наши молитвы, как Господа преподобного Дамаса защитил и спас всех нас. Все мы с вами в той или иной мире являемся высотцами из Лавры, являемся Сергиевыми. Как говорят сейчас, часто такое выражение я встречаю. Мы из Лавры, мы от преподобного Сергия. И те, кто выходит из Лавры, те, кто от преподобного, конечно же, в какой-то мире через свои немощи и недостатки несут, кто угадает, которую дает Господь от мощей преподобного Сергия, от его молитв. Преподобный Сергий был не только молитвенником, но и печальником земли русской. То есть он печаловался о Руси, о каждом князе, о каждом простом человеке. И это его печалование выражалось, прежде всего, в его молитве. «Все же Духа Святаго и тысячи где потянутся», говорил преподобный Серафим Саровский. И вот именно молитва должна являться уделом всех священнослужителей, всех архиереев нашей православной церкви, именно молитва. И когда мы будем совершать эту молитву, то Господь все нам даст по нашей потребности, и не надо будет заботиться о том, где взять те или иные средства, подобно тому, как преподобный молился, ему приносили при питании в монастырь, который находился в лесу. И не надо будет думать ни о чем, только исполнять свой долг и молиться. И в свою очередь я призываю каждого христианина тоже творить эту молитву, и тогда все, что нам необходимо, на потребу, нам воздаст. Всех вас благодарю совместной молитвой, которую мы сегодня принесли. Всех вас еще раз поздравляю с радостным праздником и желаю мира и благополучия вам и вашей семье. Храни вас всех Господь. Праздник! Храни вас всех! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Честный Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok